Привет, друзья! Сегодня мы начинаем готовить наш бананово-шоколадный торт. Для этого нам необходимо приготовить шоколадный бисквит. Для этого берем яйца. Все ингредиенты у нас комнатной температуры. Яйца берем 5 штук и отправляем в дежу миксера. Если у вас миксер ручной, у него мощность маленькая, то взбиваем яйца по отдельности. Делим на желтки и белки, сахар делим пополам. 200 грамм сахара делим пополам, по 100 грамм сахара и взбиваем по отдельности, а потом соединяем. Так как у нас миксер планетарный, мощный, мы сразу все объединяем сахар и яйца. И взбиваем с низких оборотов, постепенно увеличивая скорость. Как только вы начали готовить бисквит, у вас духовка должна уже разогреваться. К моменту приготовления теста у нас духовка должна быть нагрета до нужной температуры. Пока яйца с сахаром взбиваются, мы с вами закроем фольгой форму. Формы могут быть вот такие неразъемные, могут быть и разъемные, без разницы. Диаметр формы у меня 16 см. Берем плотную фольгу. Если фольга тонкая, берем ее в два слоя и закрываем, сильно прижимая дно фольгой. Если у вас одна форма, можно вытекать по очереди, ничего страшного. Но так как у меня две, я сразу одновременно буду втекать. Поэтому обе фолмы заготавливаю. И вот эту процедуру делаем заранее, чтобы к моменту приготовления теста у нас формы уже были готовы. И мы сразу заливаем тесто и отправляем в духовку. Так, яйца с сахаром у нас взбили вот такую пышную массу. Также, когда вы взбили по отдельности и объединяем с помощью лопатки, вот такая масса должна быть у вас. Так, объединяем сухие ингредиенты, какао, разрыхлитель и муку. И сначала вливаем жидкие ингредиенты. Это у нас растительное масло. Аккуратно перемешиваем снизу и вверх движениями, чтобы растительное масло вмешалось хорошо в тесто и не осело снизу. Поэтому вмешиваем аккуратно. Далее у нас идет молоко. Напоминаю, что все ингредиенты у нас должны быть комнатной температуры. И здесь уже постепенно можем вмешивать сухие ингредиенты. Чуть-чуть мешали, движениями снизу вверх вмешиваю. Вот как бы дождиком засыпаю. И остаток молока вливаем. Долго не перемешиваем. Перемешиваем все до объединения. Такими движениями. Тесто должно быть воздушным. И комочков не должно быть. Отправляем тесто в форму. Я делю на глаз. Если хотите, можете взвешивать сначала чашу, а потом содержимое. Но этого делать не обязательно. Заморачиваться так сильно. Поэтому на глаз поделили и все. Отправляем в духовку при 170 градусах. 25-30 минут. Ну все, бисквиты у нас спеклись. Вот так они должны пружинить. Немножко от стенок отходит бисквит. Это значит, он точно спекся. Все, оставляем в таком виде его остывать. Итак, бисквит у нас подостыл. Берем спатулу или нож. И проводим вот такими движениями, аккуратно отделяя от формы бисквит. И таким выдавливающим движением аккуратненько отсоединяем. Вот такой бисквит красивый, влажный. Пружинистый у нас получился. Все то же самое проделываем со вторым бисквитом. Отделяем от фольги. Отделяем от формы вот таким аккуратным движением. Вокруг. И вынимаем из формы. Все осталось запечатать в пленку. После того, как бисквиты остыли, обязательно необходимо дать им созреть. Для этого мы запаковываем наши бисквиты аккуратненько в пищевую пленку. Со всех сторон. Чтобы не было контакта с воздухом. Чтобы бисквит у нас не подсыхал. И в таком виде отправляем его созревать в холодильник. Для созревания бисквиту необходимо минимум 5 часов. А лучше ночь. Обычно я готовлю бисквиты с вечера. А на следующее утро собираю тортики. Далее они у меня уже пропитываются. И через день декорируются.